Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня хочу сделать вместе с Вами еще одну распаковку пряжи. А пряжу в этот раз я купила в магазине Бобин, это достаточно известный магазин среди вязальщиц. Мы вместе посмотрим, что за пряжу я заказала, как она была упакована и в каком состоянии пришла. Назову номера оттенков, состав пряжи и расскажу о своих впечатлениях. В ответ жду Ваши отзывы об увиденном, ссылку оставлю в описании. Итак, поехали. Как Вы видите, посылку прислали в обыкновенном полиэтиленовом пакете. Набит он так плотно, что того и гляди разъедется по швам. С обратной стороны пакет несколько раз неудачно за что-то зацепился, и здесь образовались две огромные дыры и пара маленьких. Для моей пряжи все закончилось благополучно, она на месте. Но если бы сила воздействия на пакет получилась бы побольше, то пряжа могла рассыпаться и не доехать. Все таки приятнее получать посылку, когда она приходит в надежной коробке. Достаем пряжу из пакета. Она настолько плотно утрамбована, что достается с трудом. Как Вы видите, каждый вид пряжи мне прислали по целой упаковке. Это потому, что в магазине Бобин пряжа продается только упаковками, за исключением распродажи остатков. Так что если Вам нужно два-три моточка, этот магазин Вам не подойдет. Еще, когда пряжа продается упаковками, хотелось бы видеть и цены как за мелкий опт. Например, когда я увидела скидку на пряжу BabyWool вместо 1360 рублей, 1036 рублей, не зная на память цен в других магазинах, я решила, что надо брать. А после того, как сделала заказ, увидела на сайте пряжи Настенька ту же пряжу по 90 рублей за моток. И не нужно покупать целую упаковку, пряжу там продают от одного мотка. Поэтому прежде чем делать заказ, сравните цены на ту же пряжу в других магазинах, просчитайте стоимость доставки и берите там, где предложение будет выгоднее. Еще меня смутило то, что в посылке не было какого либо перечня позиций моего заказа. Ни накладной, ни счета. То есть, для того, чтобы сверить фактическое количество со своим заказом, я должна зайти на сайт и найти там свой заказ. Согласитесь, это как-то не очень удобно. Итак, теперь о пряже. Я приобрела три вида пряжи. Vita Sapphire, Alize BabyWool и BBB Record. Это достаточно известные производители и виды пряжи, которые уже полюбились многим рукодельницам. Давайте начнем с пряжи Vita Sapphire. Это необыкновенно мягкая полушерсть. Номер этого оттенка 1526, в ее состав входит 55% акрила и 45% шерсти ластер. То есть, это шерсть, обработанная специальным способом, за счет чего сглаживаются все чешуйки и пряжа не колется. На 100 грамм 250 метров, действительно пряжа необыкновенно нежная на ощупь и этот моток очень приятно держать в руках. Палитра оттенков этой пряжи достаточно разнообразна и каждый ее цвет интересен по-своему. Коралловый цвет одновременно и яркий, и спокойный. Второй оттенок, который мне понравился, его номер 1528, кажется норка называется, выглядит просто шикарно. Если приглядеться, то нить при разном освещении выглядит по разному. Она то блестит, как шелковая, то выглядит слегка припыленной. Скрутка у нити мягкая, воздушная и приятная на ощупь. Из этой пряжи у меня получился вот такой образец, связала я его на спицах 4 мм, как рекомендовано производителям. И если говорить о плотности, которая указана на этикетке 22 петли в 10 см, то моя плотность, можно сказать, попала в заявленную. Я набирала 24 петли и если мы откинем кромочные, то как раз получается 10 см. Образец получился плотным, теплым и эластичным. Следующий вид пряжи Би 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 Рекорд. Это итальянская пряжа 100% Меринос. Производитель рекомендует использовать для вязания спицы 2,5-3 мм и крючок 3 мм, в 50 граммах 175 м. Пряжа очень похожа на Ализе Мерино Роял, но у Би 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 нить немного тоньше. Оттенок, который я заказала, называется Фуксия и номер его 6416. Согласитесь, необыкновенно привлекательный яркий цвет. Пряжа очень мягкая и воздушная, нить ровная, мягко скрученная, немного пружинит. Для расчетов нового проекта я навязала уже множество образцов. Попробовала и разные размеры спиц и различные виды резинки. Осталось выбрать лучший вариант. Необыкновенно смотрится в этой пряже один из японских узоров. Думаю связать из этой пряжи светерок для дочери. Каким он будет, еще не знаем, мы пока выбираем модель. И третий вид пряжи, который я приобрела, это Ализе Боби Вул. Вот этот приятный мятный оттенок номер 19, вес мотка 50 грамм и длина нити 175 метров. По составу эта пряжа содержит 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Содержание бамбука придает этой ниточке особую мягкость, видимо поэтому скрипучести акрила здесь совершенно не ощущается. Нить приятная и теплая на ощупь, она не колется, именно поэтому рекомендована специально для детских изделий. И второй оттенок этой пряжи светло-розовый, номер его 185, очень нежный, приятный и спокойный оттенок. Можно красиво сочетать его с другими цветами. Посмотрите, как он успокаивает и разбавляет фуксию. А с мятным получается необыкновенная зефирная нежность. На этом я заканчиваю свой обзор. Несмотря на мои огорчения, связанные с ценами, доставкой и организацией, пряжей я полностью довольна. Мои ожидания по качеству и оттенкам совпали с реальностью. А где заказать такую пряжу, выбор за Вами, покупайте с удовольствием. Желаю Вам много приятных вязальных вечеров. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.